приветствую вас и для решения проблемы вам нужно работать двигаться в двух направлениях направление касается изменения причин вот вы сказали вы написали в своем письме что почему до последний год постоянно сервис вот что за последний год изменил изменилось что последний год стало по-другому что теперь вызывают вас 40 почему раньше вы допустим не ссорились а теперь это происходит вынуть что-то накопилось у вас сам может быть как-то изменились обстоятельства или условия жизни может быть что-то еще нужно часто этот вопрос продумать постараться возможные причины ссор сможем обсудить но не тогда когда вы именно ссорите а когда у вас все хорошо когда вы спокойны можно пройти к нему и сказать дорогой вот последнее время мы мы последнее время как-то часто очень комплектуем и я бы не хотела это собственно обсудим причины и вот поиск причин и является одним из направлением решения ваших проблем то есть нужно понимать что мужчина рано живя с вами и родителями чувствовал себя одним опытом теперь когда у него ребенок он чувствует себя другим опытом выполнял а можно что имеет место ощущение себя неполноценным драма мужчины на мутон не может обеспечить вас жильем да вы переезжаете но этого еще не случилось и говоря он вам она нервничает переживает тогда второе направление которое вам нужно проработать это понимание его реакции вашего мужчины впыльчивость есть темперамент и раз мужчина впыльчивый значит на слова которые он говорит на форму обращать внимание не потому что в пылу человек манагает все что угодно и вам нужно здесь четко отделить кто-то мужчина хочет сказать а вот он говорит и на форму не обращать как такового внимания это поможет вам лучше реагировать на его вспышки далее если он чем-то вас задевает то этот момент также необходимо проработать понять что именно в его словах вызывает у вас раздражение почему потому что раздражение это ваша реакция соответственно это и ваша проблема и если он чем-то вас задевает значит возможно вы сами в этом не сомневаетесь устранение этих причин позволит устранить причину раздражения и тем самым снизить конфликт в ваших отношениях и нужно понимать и еще и так что если аффект у мужчины начался то есть он начал кричать допустим то не старайтесь не стремитесь его успокоить этого делать не нудно и это бесполезно дайте мужчину мужчине выговориться полностью и тогда всем будет хорошо по крайней мере все будет немножечко лучше ну и данные рекомендации очень органично вписываются в постулат что женщина мудрее и является по сути дела водой для огня мужчины то есть вам необходимо повышать собственную сумасшинку если с ней есть проблемы уверенность в себе если с ней также есть проблемы и вследствие этого более стойко реагировать на поведение мужчины у которого вероятно сейчас наблюдаются проблемы проблемы определенные на этом все надеюсь что помог вам если какие-то вопросы остались обращайтесь в личку помогу если вам понравился мой ответ пожалуйста сделайте его лучшим буду вам очень благодарен